Добрый вечер! 28-й фестиваль классической музыки Январские музыкальные вечера завершился. Да, здравствует фестиваль 29-й. Рождественская звезда в зодиаке культурных мероприятий города Бреста вновь поразила, очаровала и заставила ощутить души прекрасные порывы сотни брещан, которые прикоснулись к вечному искусству. Беловежская пуща, Брестская крепость, музеи и кафе. Брест вошел в топ-20 самых популярных турноправлений в СНГ в 2015 году. Основные причины возникновения пожаров и гибели людей на них – беспечность, злоупотребление спиртными напитками, курение в постели. Сотрудники МЧС Брестской области объявляют войну тем, кто не бережет свои жизни. Зимний праздник от Международной лыжной федерации. Всемирный день снега, побрески или когда снежные хлопья, как нельзя кстати. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Советский композитор, один из известнейших музыкантов 20 века Дмитрий Шостакович когда-то сказал, «Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы не полна, глуха, бедна. Людям нужны все виды музыки. От простого напевосферели до звучания огромного симфонического оркестра. От незатейливой популярной песенки до бетховеновских сонат». Композитор был абсолютно прав. Люди действительно остро нуждаются в постоянном соприкосновении с миром музыкального искусства, который словно наполняет изнутри, дарит незабываемые эмоции и вдохновляет на добродетельные поступки и большие свершения. Такое мнение наверняка могут подтвердить и гости традиционного Брестского фестиваля «Январские музыкальные вечера», который уже в 28-й раз прошел в городе Надбугом. Тем более, что у нашей съемочной группы была возможность расспросить их о впечатлениях лично. Своеобразный видеоотчет о фестивале классической музыки «Январские музыкальные вечера» подготовила Анастасия Стропко. Январские музыкальные вечера – это не просто фестиваль классической музыки. Это особые дни в жизни областного центра Брещины. Январский город Надбугом буквально наполняется мелодиями форума и живет именно протяжении всей музыкальной многодневки. Я участвую в этих мероприятиях уже на протяжении многих лет. И всегда это ожидание большого праздника. Праздника классической музыки, большого искусства. Поэтому он проходит раз в году. И это в самом деле такой серьезный, большой праздник души. Более 300 музыкантов из 16 стран мира – такова географическая составляющая 28-го фестиваля классической музыки. Среди участников и ближайшие соседи – Россия, Украина, Литва и Польша и удаленные географически – Вьетнам и Китай. Но несмотря на расстояние в сотни или даже тысячи километров, у всех артистов есть как минимум одно объединяющее звено – большая любовь к произведениям композиторов классиков и уважение к своему зрителю. Среди гостей форума и преданные поклонники и новички с каждым годом тех, кто решается окунуться в мир классической музыки, становится все больше. Но и те, и другие говорят о вечерах только с восторгом, подчеркивая, что такие мероприятия необходимы для воспитания, для настроения, для поднятия общего уровня культуры. Музыка – это очень важно в жизни. Это мы просто, может, не замечаем, насколько она для нас важна. Но мы вот с родственницей постоянно ходим, каждый год, уже не знаю даже сколько лет мы постоянно ходим на это. А сегодня так для нас вообще кажется итальянские теноры. Мы знаем, что итальянская опера настолько звучит в мире, и послушать таких знаменитых людей очень даже интересно и полезно. Сегодня брендам есть много интересных брендов, в том числе и музыкальных брендов. И, наверное, в многих городах Беларуси имеют какой-то свой определенный бренд. Скажем, Борисов Шлягер проводит какие-то. Гродно тоже свои национальные культурные мероприятия. Бренд Брест – это инорские музыкальные вечера. Первый раз посещаю такое мероприятие, но мне очень понравилось, и я считаю, что это очень хорошее мероприятие для нашего города. Для брещан январские музыкальные вечера – это праздник, это международный проект, которых у нас, может быть, такого масштаба не так уж много, поэтому мы все с большой радостью стараемся попасть на эти концерты. Атмосфера на заключительном концерте 28-го фестиваля классической музыки, как это обычно и бывает, в таких случаях носила оттенок легкой грусти от того, что приходится расставаться с любимыми исполнителями и дорогими сердцу мелодиями. К счастью, только на год, ведь такие культурные события, как январские музыкальные вечера, должны и будут иметь продолжение в городе над Бугом. Нынешний фестиваль показал, что не снижается планка проведения фестиваля, прежде всего в контексте участников самого фестиваля. Это высочайший уровень классики, это аудитория, которая воспринимает на ура, и я уверен, что эту планку нам удастся сохранять. Вот в этой камерности, вот в этой определенной даже традиционности есть и фишка этого фестиваля, понимаете, поэтому здесь уже, наверное, придумывать ничего большего не надо, а важно обеспечивать уровень участия мировых звезд у нас в городе Бресте. Фестиваль «Январские музыкальные вечера» с исполнителями мировой величины и неподдельной зрительской любовью – хорошее доказательство того, что культурная жизнь в городе над Бугом всегда была, есть и будет. Несмотря на определенные экономические сложности, в этом году в области расходы на социальную сферу были увеличены, что дает уверенность в том, что хорошие инициативы, подобные данные, будут иметь продолжение. Мы передали эстафету республиканской культурной столице, молодечно, в этом году, целый прошлый год был, но этим фестивалем мы открываем в целом год культуры, который объявлен в Республике Беларусь, поэтому также это приятно. Ну а самое главное, что международный фестиваль «Январские вечера» уже имеет огромные традиции, это уже сегодня 28-й фестиваль, то есть он начал даже раньше, чем образовалась наша республика суверенная на сегодняшний день. Но те хорошие традиции, которые были, они продолжаются, я уверен, и будут продолжены в дальнейшем. Январские вечера 2016 завершились, оставив приятные эмоции и незабываемое впечатление. Но не успели отзвучать последние аккорды этого фестиваля, как появились первые мысли о следующей музыкальной многодневке. Организаторы обещают, что скучать ценителям классики и поклонникам вечеров точно не придется. У меня следующие планы огромные, я уже почти все сделала и постараюсь сделать так, чтобы не было много вечеров симфонического оркестра, потому что это громоздко звучит. Все-таки, когда вы услышали рояль и пение такое, которое было вчера, это было. Все-таки, когда масса, 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 масса на сцене, это всегда не столько репетиция, не так чисто, не так звучаще. Звезды приедут, я без звезд не могу. Рождественские каникулы – горячая пора для сотрудников историко-культурных объектов Брещины. Туристы не только из соседних городов, но и из России, Украины, Германии и Польши и других европейских стран приезжают в Брестский регион, чтобы с пользой провести время, насладиться природой, а также познакомиться с достопримечательностями нашего края и убедиться, что берестейцы – люди гостеприимные. Какие объекты области пользовались популярностью в новогодние праздники и сколько гостей посетила Брест во время зимних каникул, узнаем из сюжета Виктории Драгобецкой. В этом году Брест вошел в первую двадцатку рейтинга городов, наиболее посещаемых российскими туристами. Об этом сообщил российский сервис онлайн бронирования отелей. По его информации, Брест стал самым популярным городом в Беларуси во время зимних каникул и встал на одну ступень с такими известными историческими центрами Европы, как Рим, Барселона и Прага. Новость приятная. Наш пограничный город продолжает удерживать позицию лидера по туризму среди других белорусских областных центров. Традиционно в зимний период особой популярностью у гостей пользуется единственный в Европе реликтовый первобытный лес. Как вы уже догадались, речь идет о национальном парке «Беловежская пуща». Желание окунуться в настоящую новогоднюю сказку, побывав в резиденции Деда Мороза, в этом году изъявили более 100 тысяч туристов. Такую информацию корреспондентам нашего телеканала предоставили сотрудники заповедника. Цифра больше, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация с количеством гостей, посетивших Брестскую крепость. В текущем году, за время январских каникул, Брестскую крепость посетило более 11 тысяч человек, 11 тысяч 400, 7 человек. В основном это были прежде всего жители граждан Российской Федерации, больше всего групп приехало именно оттуда. В основном это Московская область, город Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар был, Ростов-на-Дону, другие города. Практически вся Россия была представлена. Также приезжали группы из Украины, это Одесса, Киев, Полтава, Луцк. Этой зимой поток туристов увеличился в два раза. Если прошлой зимой мемориальный комплекс посетило около 6 тысяч человек, то в этом году их количество выросло до 11,5 тысяч. Это говорит о том, что интерес к истории обороны Брестской крепости, а также к событиям трагической ночи 41-го не ослабевает. Это можно сказать и в отношении других музеев города. Например, за время рождественских каникул Брестский Краеведческий принял у себя туристов не только из Белоруссии, России, но и из Польши, Великобритании, Германии, Швеции и других европейских стран. Всего за период зимних каникул с 25 декабря по 10 января Краеведческий музей и его филиалы, его выставки и экспозиции посетило более 3200 человек, в том числе 90 организованных групп. А наиболее посещаемыми музейными объектами были археологический музей Брестский, музей спасенной художественной ценности, а также Краеведческий музей. Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство туристов, путешествующих по Белоруссии, это россияне, которые, как правило, предпочитают самостоятельно прокладывать маршрут своей поездки, бронируя номера в отелях заранее. Наша съемочная группа на примере гостиницы «Беларусь» узнала, сколько приезжало туристов в период с 25 декабря по 11 января. Эту информацию мы получили по телефону. 85% гостей во время зимних каникул были россиянами. Всего за почти две недели в гостинице расположилось около полутора тысяч человек. Примерно такая же картина и в других отелях. Это говорит о том, что наш пограничный город со своей богатой, без малого тысячелетней историей пользуется популярностью зарубежных гостей. И это только начало нового 2016 года, года культуры и зарождения новых традиций, ради которых, возможно, наш город посетит еще не одна туристическая группа. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Достаточно много в печати, на телевидении и на интернет-сайтах проходит информации об аферах в строительной сфере. Брещанам достаточно вспомнить достославную фирму «Облик» и шквал возмущений обманутых дольщиков. Но дельцам от так называемого «большого бизнеса» все ни по чем. Наверное, срабатывает принцип русской рулетки. А вдруг пронесет. Но следует помнить пословицу. Сколько веревочки не виться, а конец все равно будет. Прокуратура Брестской области в суд Московского района города Бреста направлена для рассмотрения уголовное дело по обвинению брещанина в незаконной предпринимательской деятельности и организации уклонения от уплаты налогов. 5 января прокуратурой Брестской области уголовное дело направлено в суд Московского района города Бреста для рассмотрения. Действия обвиняемых квалифицированы по статье 233 Уголовного кодекса незаконной предпринимательской деятельности и по статье 243 Уголовного кодекса уклонения от уплаты налогов. Двое из обвиняемых находятся под стражей. Следствием установлено, что предприимчивые дельцы осуществляли строительство жилых домов, оформив их в Брестском городском исполнительном комитете на подставных лиц как объекты индивидуального строительства, осуществляемого физическими лицами хозяйственным способом. Данные объекты были представлены как якобы двух-трехквартирные жилые дома. При этом с данными лицами от имени предприятия были заключены договоры подряда по выполнению отдельных видов строительно-монтажных работ с использованием материалов заказчиков. Фактически же было организовано строительство трехэтажных, включая мансардный этаж домов, имеющих не менее пяти изолированных жилых помещений. Изолируемые помещения реализовывались гражданам путем отчуждения долей в праве собственности на дома. Эта деятельность осуществлялась на протяжении 2008 по 2014 год. Санкции вышеуказанных статей уголовного кодекса предусматривают строгие наказания вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. Вследствие вышеуказанной деятельности в отчетные документы частного предприятия были внесены данные о величине налоговой базы, скорректированные в сторону ее уменьшения, а также о подсутствии таковой. Что повлекло уменьшение налоговой базы, а следовательно недоначисление и неуплату в бюджет налога на прибыль на общую сумму более 4,5 млрд. рублей. Следствие также установило, что учредитель и ранее осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность аналогичного характера, будучи незарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, в результате которой получил доход в общей сумме более 1 млрд. На момент окончания предварительного расследования по делу возмещен ущерб и уплачен доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, на общую сумму около 1,5 млрд. рублей. Дальнейшую судьбу мошенников решит суд, ведь за преступлением всегда следует наказание. С начала года на территории области было зафиксировано 10 случаев гибели людей при пожарах. Основные причины трагических ситуаций – беспечность, злоупотребление спиртными напитками, а также курение в постели. Во избежание в дальнейшем необратимых последствий спасатели отправились с рейдами в районные центры, чтобы посетить дома одиноко проживающих граждан, пенсионеров, а также людей, злоупотребляющих алкоголем. Первым объектом внимания стал Малорицкий район. С визитом к его жителям отправились огнеборцы и наша съемочная группа. София Бережная продолжит тему. Николай Бурштин уже не один год под пристальным вниманием сотрудников милиции и пожарных инспекторов. Медсионер, проживающий в деревне Ляховцы Малорицкого района, неоднократно получал замечания по поводу ненадлежащего состояния своего жилья. Претензий к одиноко проживающему мужчине было множество. Реальная картина, представшая перед нами, превзошла все ожидания и в комментариях не нуждалась. Безответственность в совокупности с пагубным пристрастием хозяина к алкоголю и, как итог, абсолютно непригодные для проживания условия. О соблюдении техники безопасности в данном случае говорить не приходится. Вокруг дома, видите сами, антисанитарное состояние, невыкашено, грязно. В доме такой ничем не лучше, чем на улице. Печь в аварийном состоянии, электропроводка находится в угрожающем состоянии, в огнеопасном. Светильник находится без плафона, оброс паутины. Это прямая угроза в случае, когда лампочка, он может загореться, паутина, следовательно возникнуть пожар. Печь в сказных трещинах, дым прорывается уже внаружу. Пожарный автономный извещатель данный гражданин устанавливает, отказывается. К сожалению, таких отрицательных примеров оказалось немало. Визит к семье Масюк не оставил лучшего впечатления. Злоупотребление алкоголем – главная причина, по которой хозяева так и не нашли времени на приведение в порядок домашней печи. Однако и к другим требованиям спасатели здесь не прислушались. Нарушение техники безопасности на каждом шагу. Отсутствие притопочных листов, хранение на печи легковоспламеняющихся предметов, обветшавшая электропроводка, опасное для жизни состояние розеток – эти и другие проявления человеческой беспечности обернулись для хозяев дома привлечением их к административной ответственности. Профилактическая работа спасателей с населением оказалась эффективной в случае с семьей Гомонюк. Хозяин дома Николай Васильевич гостеприимно пригласил рейдовую группу, показал, как тщательно подготовился к холодам. Учел ошибки, прислушался к рекомендациям огнеборцев, и результат налицо. Чтобы было все в комнате, черкотурное, обеленное, чистота, порядок, генопроверение в нас. Каждый год два раза приедет, до весны проверение, до осени проверение. Следующее правило? Ну а как же? Как показывает практика, плачевные последствия пожара и гибель людей – следствие пагубных пристрастий. Беспеченный образ жизни, влияние алкоголя представляют огромную опасность для населения. Бит-тревогу в данном случае необходимо. Отчасти от уныния определенного. Это уныние порождает, как говорят, горе залить спиртным, и приходит к таким печальным последствиям. Отчасти праздность, потому что, к сожалению, не все заняты работой какой-то. От праздности мать всякого порока. И человек от нечего делать начинает искать себе приключений. В том числе и среди молодых людей очень много такого. Вот они ходят там, где-то порядок нарушают, где-то начинают там, пиво начинает, потом более сильное, а потом уже и происходят такие страшные события. Обойти стороной проблему не представлялось возможным для спасателей. Предупредить и не допустить опасных ситуаций. Такая цель стояла и стоит перед берестейскими огнеборцами. Сельский сход – традиционная форма профилактической работы с населением. Во избежание трагических ситуаций в связи со сложившейся обстановкой была организована встреча с жителями деревни Макраны. Профилактическое мероприятие собрало в Доме культуры жителей многих близлежащих деревень. Поговорить о важном, задуматься о том, насколько хрупким и недолговечным может быть счастье в случае, когда люди допускают безответственное поведение и поддаются пагубным пристрастиям. Все это смогли жители Малорицкого района. Здесь участвуют представители всех заинтересованных структур. Прежде всего это местные органы власти, работники милиции, наша служба, освод, добровольное пожарное общество, энергетики. И получается, по сути, такой нормальный диалог, как нам сделать наше общество безопаснее. Много задается вопросов, много рассуждений идет, много информации получают жители населенного пункта. Я думаю, что это будущее. Мы стремимся совершенствовать этот тип работы, этот вариант работы. И это будет только польза. Профилактическая работа с населением будет проводиться спасателями регулярно в зимний период. Как показывает практика, данная мера – наиболее эффективный способ предупредить чрезвычайные ситуации. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу на канале Бук-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном и интересном. Холодная зима то и дело испытывает нас на прочность, то сильными морозами, то сырой ветреной погодой. И как в эти дни сохранить заряд позитива и оптимизма для работы и учебы? На этот наболевший вопрос есть ответ психологов. Научитесь радовать себя и своих близких, ведь кто как не мы сами можем создать себе хорошее настроение на целый год. А наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая попыталась поднять себе настроение другим способом. Вот ее ответ хандри и скуки. Холодная зимняя погода часто навевает каждому из нас мысль о чем-то теплом, мягком, уютном. Горящем камине, теплом пледе и, конечно же, о горячем чае, кофе и любимом зимнем глинтвене, выпитом в компании близких и родных. Наверное, именно в такие минуты начинаешь по-доброму завидовать людям, связавшим свою жизнь с профессиями, призванными дарить радость, красоту и удовольствие. В этот перечень романтических и креативных, творческих и в чем-то непредсказуемых входит и профессия бариста. В каком-то смысле непредсказуемой, но в то же время любимой она стала для Владислава Панфилова, автора многочисленных кофейных и чайных шедевров «Брестского Нью-Йорк кофе». Вернувшись из армии, он решил начать жизнь с чистого листа и попробовать себя в новом амплуа, что ему бесспорно удалось. Всегда было стремление и желание работать с посетителями, работать именно за баром, что-то готовить. Просто кому-то делать приятно с самого утра, а может и поздняя вещь. В принципе, работа нравится. Я считаю, это лично мое мнение. Это не работа, это хобби. Я просто сюда прихожу, многие спрашивают, не тяжело ли работать или... О, как это сложно. Вы знаете, нет. Это именно то, что я, наверное, где-то искал. Бариста – учитель, бариста – друг, бариста – фокусник и психолог. Как все это связано, скажете вы? Я думаю, практически каждый из нас вспомнит те дни, когда настроение было на нуле, а хотелось внимания, поддержки или просто хорошего вкусного кофе. Вот тогда-то к вам на помощь и приходят такие любящие свое дело люди, как Владислав Панфилов. Они-то найдут, что сказать, как, а еще угадают с предпочтениями в сахаре и выбором специй для напитка. Душа каждого заведения – это люди, которые делают наш день. Когда у нас сидят за чашкой кофе, просто подходишь, разговариваешь с ними, предлагаешь игры или что-то еще, присаживаешься с ними, объясняешь правила игры и в процессе узнаешь о людях многое. Даешь советы какие-то, кто-то тебе в прямом смысле плачется в плечо, у кого-то что-то не получается. Но ничего, мы, так сказать, ремесленники своего дела, поэтому мы всегда с улыбкой, всегда с приходным настроением, несмотря ни на погоду, ни на что. «Устали от скучных серых однообразных дней? Тогда порадуйте себя вкусным зимним глинтвейном», – с радостью говорит Владислав, отправляясь за барную стойку. К слову, этот напиток в заведении авторский и, что немаловажно для его любителей автомобилистов, безалкогольный. Наверное, поэтому он является настоящим хитом сезона. Уникальное сочетание пряностей и сока творит настоящие чудеса. Секретом приготовления маленькой зимней безалкогольной радости Владислав Панфилов поделился со зрителями нашего канала. «Ни в коем случае не доводить до кипения. По вкусу вы можете добавлять, да, в принципе, чего захотите. Это может быть и имбирный корень, это может быть и гвоздика, кардамон, бадьян, различные, так сказать, пряности. Это индивидуальный ваш вкус и ваше, так сказать, приятное». «Главное в напитке – это его душа, которая должна петь в унисон с душой человека, употребляющего его. И от того, с каким настроением, с какими ощущениями вы будете его готовить, зависит, как будет воспринят ваш маленький кулинарный шедевр. Дарите тепло и уют в эти холодные дни себе и своим близким. И радуйте их хотя бы мелочами, преподнося их с улыбкой». «Пожалуйста, глин, твинг, дабл-кил, готовься». А знаете ли вы, что сегодня отмечается Всемирный день снега? Этот интересный праздник появился в календаре благодаря инициативе Международной лыжной федерации. Из года в год к его проведению присоединяется все больше и больше желающих отметить снежные зимние выходные веселыми играми и забавами. Цель праздника – приобщение людей и особенно детей к зимним видам спорта. Необычную инициативу поддерживает Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и региональное управление по физкультуре и спорту. Координаторы – Белорусский лыжный союз. Различными мероприятиями отметился этот день во всей стране. В Брестской средней школе номер 20 педагоги предложили свое видение праздника и решили совместить приятное с полезным. И здоровье укрепили, и разбавили насыщенную программу шестого учебного дня. Вот мы решили сегодняшний такой красивый снежный денек провести для ребят спортивное мероприятие, посвященное снегу. То есть он идет, посмотрите, как красиво. Мы пригласили учащихся 4-11 классов, составили план работы для них, мероприятие. День белых хлопьев здесь прошел ярко и интересно. На одной площадке смогли найти развлечения по душе и старшеклассники, и малыши. Пока одни ребята соревновались в игре «Зимний снайпер», другие катались на санках, на лыжах или играли в хоккей. У нас сегодня соревнования, мы строим башни и кидаем в корзины мячики. Очень интересно. Весело? Да, весело. А если вы не успели сегодня получить порцию зимнего счастья, то синоптики вас обрадуют. Зима пока не собирается сдавать свои позиции. Так что все еще впереди. Вы смотрели итоговую программу BookInform. Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 17 января погодные условия Беларуси будет определять холодная, неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Брещан в этот день ждет облачная с прояснениями погода. Местами слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, слабый, до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью минус 11-13 градусов, максимальная днем 8 градусов мороза. Атмосферное давление будет интенсивно расти. 18 января погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. В Бресте ночью пройдет небольшой кратковременный снег. Местами ожидается слабый туман, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Температурный фон ночи 6-8 градусов мороза, днем до минус 6. Субтитры подогнал «Симон»